ребятки всем огромный привет я тут уже собралась а бегу на почту мне нужно будет забрать антисептики которые там уже лежат неделю почта изменила график работы а так как я сейчас вышла на работу получается она работает так как я то есть мне к 10 на работу почта стала работать с 10 вот они уже неделю лежат я никак их получить не могу сейчас побегу получать сегодня проснулась 7 утра вчера забыла закрыть шторки и солнце такое яркое было вот пожалуйста выходное мне не спать пицца чем я вчера еще занималась мыло полы протирала окна что белье постирала кстати вот белье стирала вчера новыми товарами вот этими от леврана гель для стирки кондиционер добавляла вот этот с апельсинчиком хочу сказать мне понравилось ну конечно свой отзыв я оставлю потом в общем попилая кофейку ничего с общение ела отдела рубашечку на улице вроде бы тепло на балкон вышло тепло телек не смотрю надо хоть ну посмотрела так люди кто футболка ходит кто в куртках но нас как обычно непонятно кто как ходит с почты приду на почту получу антисептики позвоню родителям они за мной заедут и мы поедем по магазинам у меня дома вообще все по заканчивалось из продуктов нужно фруктов овощей купить там курочки в общем что то нужно купить кстати по поводу стоимости лимонов и имбиря недавно я была в магазине командор и там были лимоны по 299 рублей имбирь был по 399 рублей до этого я вам говорила в другом магазине лимоны были по 500 имбирь по 1000 вот такая вот политика но здесь видимо что крупный магазин как-то все равно отслеживают эти цены ну что гнуть имбирь по 1000 рублей если только от смерти его покупать но я не знаю в общем так одела я рубашку куртку не знаю наверно жарко мне будет и одела свои джинсы джинсы покупала я в турции еще в 2009 году это 30 размер вот пару лет потом я их не носила пока ходила на тренировки потому что покажу вам джинсы так-то не выглядят в общем это типа армане в общем то тогда торговалась турками они предлагали мне эти джинсы за 100 долларов но мы там еще были с девчонкой торговались купили у них по моему парочку а девчонку вот я не помню сколько до девчонка взяла одни я одни взяла торговались по 50 долларов в общем эти джинсы купить ну и в общем пока ходила на тренировки я их не носила потому что сильно похудела было 55 килограммов и получилось так что эти джинсы я надевала просто не застегивая сейчас на режиме самоизоляции плюс белковая диета состоящая из пирожных и печенек далее о себе знать и сейчас вот эти джинсы сидят на мне как влитые но на всякий случай ремень я делаю ремень это у меня в общем кожаный ремень брала его на закупках года два наверно назад вообще классный он вот что весь так вот в дырочках идет и можно его одевать хоть худой хоть полный в общем он всегда будет нормально потом мне нужно будет заехать еще в сдэк и забрать посылку рассылка для блогеров у меня там пришли крема на тестирование вот я их заберу так ну что еще вроде все моя кошка там гулять сейчас сына неделю уже дома нету она от меня ни на шаг в общем не отходит через каждые пять минут подходит трогает меня лапой и мяукает чтобы я ее гладила ну и вот если я лежу на диване все заканчивается тем что она вообще постоянно рядом со мной и я ее глажу глажу и глажу скучает она очень по сыну ну сынок должен приехать завтра так что еще да вроде бы ничего одену я очки свои солнцезащитные покупала я их в аптеке и на скидках тогда со скидкой 30 процентов они мне обошлись две тысячи рублей очки мне эти очень нравится знаете когда выходишь на солнце а у меня очень чувствительные глаза то есть я начинаю сразу плакать от солнечного света вот почему зимой днем я вообще не могу ходить особенно днем когда солнечно меня вообще это слепит и вот когда в этих очках смотришь на машины на стекла такое ощущение что они как знаете как радужные как будто все бензином как пленка в общем на воде бензиновая вот так вот они смотрятся вот я даже сейчас в экран смотрю у меня такой экран весь разноцветный как бензиновой пленочкой покрыт ну все ребятки приглашаю вас со мной прогуляться поснимаю что-нибудь в магазине посмотрим цены вот и кстати мне же сейчас еще объяснительную надо написать а тоже иду в аптеку не дай бог остановят с этими штрафами у нас вообще полиция одурела просто одурела штрафуют всех подряд все пишу объяснительную побежала давайте со мной пойдемте гулять ну вот нашла я имбирь и он по 429 90 общем 430 рублей помидоры огурчики 159 по 153 так что вот 429 90 но и причем имбирь хорошие наверное я возьму себе тоже какой-нибудь небольшой кусочек буду с чаем заваривать увидела вот такую палочку хлебную вот брать не брать возьму пусть будет вдруг вечером захочется тут он столько всяких вкусняшек всякие разные вкусняшечки нет а это она что такое чего-то не вижу что это такое что-то а чак-чак вот давайте на чак-чак тоже возьмем решила еще класс благодей взять так что у нас здесь порошок стиральная рель 290 рублей бимакс 199 90 что я не брала бимакс даже не знаю хорошо он стирает или нет кто таким пользуется напишите так то в общем то недорого 3 килограмма 200 рублей бимакса для цветного белья вот на тайт не вижу цены еще есть миф 2 килограмма 150 90 острить какой то есть есть порошок дает а это детские для цветного 2 и 4 килограмма кстати такой-то от первый раз вижу капсулы ариэль там сколько 13 штук 219 30 тоже ни разу общение капсулами не пользовалась нашла гель для стирки концентрат bimax по 199 90 3 секреты лан по 49 90 какие-то масочки разные есть лифтинг маска detox маска а вот такие вот кстати ими пользовалась прикольный у секреты лан вот эти вот патчи по 49 рублей слушайте я хочу наверное такую попробовать очищающую маску взять слушайте увидела здесь по 199 90 набор ax dark temptation антиперспиранты гель для душа но все обыскала вот просто гель то я нашла а вот сам набор вообще нигде найти не могу а набор классный у меня у сына такой есть еще надо хотела ему запасики взять а найти никак нигде не могу где он может стоять странно где он так ну лаки нам для волос не нужны а это что такое мой слушайте тройной одеколон ничего себе тайной одеколон цены н а тройной одеколон салют 62 90 отдельно дезодорант акс спортивный 139 магазинов и других я смотрела почти по 300 рублей эти дезодоранты а вот такой вот крем от вилсен вот этот советчим молоком я сейчас им пользуюсь сколько же он стоит даже не пойму шампунь лосьон бальзам дезодорант не вижу цены на него вот фикс прайс он по моему 55 рублей все ребятки я уже дома на улице такая жара сейчас наверно градусов 30 сразу когда поехала так жарко показалось сняла куртку и в общем ветерок такой прохладный а сейчас вот пока ездили по магазинам туда-сюда в общем градусов 30 точно на улице есть наконец-то к нам пришло лето надеюсь она останется с нами до сентября так ну что заехала я вздек получила я посылку первая посылка так вот выглядит это от биобьюти и здесь у меня три средства так сейчас я вам покажу их что это за средство первое у меня гель для умывания минеральный универсальный минерально-солевой гель для гул для глубокой очистки кожи лица натуральные компоненты 98 процентов производитель это у нас москва так изготовитель точнее а написано новосибирска а это дистрибьютор москва а изготовитель ln косметика россия новосибирская область написано за одну минуту глубоко очищает кожу от загрязнений широкого спектра ну состав ничего такой и написано что без парабенов и не тестируется на животных минерал life так это у нас гель для умывания следующее для век от минерал life гелевое масло с маслом виноградные косточки для бережного ухода за нижней кожи вокруг глаз натуральные компоненты 97 и 7 десятых через 10-15 минут свежая увлажненная кожа вокруг глаз ясный отдохнувший взгляд после курса 10 процедур вот так вот все это выглядит дальше гелевая маска с гиалуроновой кислотой и пептидами шелка для обновления и подтяжки кожи лица и век тоже нужно 10 процедур чтобы кожа выглядела насыщенная влагой свежая упругая гладкая здоровая сияющий цвет лица и ровный тон кожи так ну вот тоже но тестед animals не тестируется на животных слушайте это вообще очень классно пока ничего это открывать не буду потому что сейчас я тестирую другую косметику смешивать мне это не хочется мне хочется все-таки понять ту косметику а потом уже переходить к этой ссылочки оставлю если что зайдете посмотрите что это за косметика вот это минерал life что она из себя представляет так и теперь по поводу антисептиков вот пришла мне посылочка а бак здрав бак здрав классная компания слушать я уже говорила что вот они тогда мне присылали косметику для лица я выбирала для себя для тестирования и мне честно мне понравилось сейчас то что тестирую другую но все равно обязательно вернусь к той потому что у той косметики тоже небольшой срок водности после вскрытия 9 месяцев так и у нас тут три антисептика 1 антисептик био антисептик в объеме 100 миллилитров и жидкость для рук антисептическая пробиотическая содержание спирта 70 процентов и это просто классический антисептик так для быстрого обеззараживания изопропиловый спирт 70 процентов вот и здесь еще в составе есть глицерин сейчас кстати была в сдэк и мазала там ручки антисептиком воняет безбожно и вот приехала домой прям кожу вообще тут же высушила видимо он там без глицерина ночью все равно наверно скорее всего самый дешевый такая большая бутылка самый дешевый стоит так ну давайте попробуем вот этот вот в общем био антисептик так здесь у нас защита идет и на ручке сейчас мелкое распыление ой как спиртом пахнет елы-палы прям реально спирт а и все тут же улетучился этот спирт так ну ничего не липнет классно так следующий у меня здесь три штуки будет следующий антисептик номер 52 с ароматом гибискуса идет все то же самое чем моя хорошая мы тут спирт разливаем нет кора тебе нельзя ты девочка маленькая тебе нельзя такое это только для взрослых девочек так что нельзя так в общем с ароматом гибискуса также идет защита здесь давайте побрызгаем тоже мелкое распыление вот здесь вот уже сейчас вот может спирт вылетрится есть такой приятный аромат кстати вот этот вот классненький вкусненько пахнет и вот смотрите он сразу прям вот моментально впитывается так и третий у меня антисептик от бакс драф уже идет с ароматом лаванды и черной смородины давайте на эту ручку побрызгаем по-моему даже как-то запахи как будто бы одинаковые но единственного 1 который без всякого аромата там вообще гольный-гольный спирт ой тоже слушайте приятно пахнет так ну что тогда я один антисептики к себе в сумочку положу буду таскать его на работу и смотрите в подарок они еще прислали крем для рук пробиотический для всех типов кожи для всех возрастов 50 миллилитров пробио хэн total regeneration быстро впитывается увлажняет смягчает и содержит лизатый лактобактерий вот вообще вся эта косметика при пробио д на 99 процентов она натуральная вот присмотритесь к ней вот честное слово мне нравится я ее тестировала уже на себя так сейчас кремик попробуем нравится что у них вот помпы все вот эти идут вакуумные ничего туда не попадает и то что срок годности у продуктов не такой большой но но все равно натуральные косметики ой девочки какой здесь аромат приятный скоро все кора полезу уже в коробку и коробка нужно так ну что все вам показала кремик просто обалденно вкусно вкусно пахнет ой спасибо вам бакс здрав за то что вы нас так радуете спасибо огромное антисептики сейчас вообще вещь актуальная вот у меня тут вышло два пакета брала с собой пакеты из фикс прайс но там не фикс прайс там именно продукты так что я купила одни давайте наверное я все-таки повыкладываю то часто будет все шуршать и падать ну в общем то вот все что я купила и давайте начнем которые с этикетками так буду говорить так бананы были по 69 90 на 83 рубля они вышли дальше помидорки так помидоры по 159 90 на 103 рубля какие-то тепличные не знаю дальше огурчики по 109 90 на 52 рубля ну знаете потрогал такие огурцы вообще классные прям твердые так дальше взяла свой любимый соус чили сейчас пока цены не буду называть потом чек покажу взяла лаваш что-нибудь с ним придумаю армянский тонкий ну правда я вчера еды уже наготовила суп с чечевицей готовила и еще делала макарошки с куриной грудкой дальше взяла кукурузу сладкую на салатик хочу сделать две упаковочки куриных голени это наши красноярские енисейский броллер птицы фабрика они по 160 рублей упаковка 800 грамм идет взяла две упаковки и к ним сразу взяла хочу их приготовить пиве нашла вот такой вот пиво там жадецкий гусь даже не знаю сколько оно стоит ну в общем приготовим так дальше взяла я квас благодея крошечный может быть даже окрошку сделаю вот такой батон взяла дальше увидела чак-чак решила тоже купить не вообще чак-чак очень нравится и раньше с девочкой работала вместе она татарка она сама вот готовила этот чак-чак и мне он сильно понравился вкусный так дальше взяла йогурт земляника алтайская буренка там он был по 2990 а у нас в командоре вот куда я обычно захожу вот это алтайская буренка даже на скидках по моему стоит 39 рублей очень вкусный йогурт я взяла их две штучки так потом взяла вот такие вот палочки хлебные завод алешина тоже не знаю сколько стоит сейчас посмотрим брала там знаете циники фиг пойми где дальше взяла свой любимый мажетель здесь у нас мультифруктовый вообще просто обожаю мажетель сыну взяла что это гель для душа 2 в одном для тела и волос энергия ночи показывала там что хотела взять набор за 199 рублей ax temptation но я так его и не нашла понюхала вот этот слушайте так классно пахнет с экстрактом сандалового дерева притягательный аромат в общем-то обалденный аромат у геля вот сыночки взяла ну и себе взяла вот эту вот маску секреты lan с зеленым чаем орхидеи очищающая черная маска для всех типов кожи вот я только не знаю пузырькова она или нет я ни разу пузырьковыми масками вообще не пользовалась так ну и давайте быстренько по чеку скажу что не говорила так вот наверно покажу так имбирь четыреста двадцать девять девяносто йогурты двадцать девять девяносто чили соус двадцать четыре девяносто слушайте вообще дешевый обычно я беру его около 40 рублей он стоит так огурцы помидоры бананы кукуруза кукуруза стоила 49 90 лаваш двадцать четыре рубля багет 17 рублей в командоре такой багет стоит по моему около 30 рублей чак-чак стоил 70 рублей мажетель слушайте мажетель всего 50 рублей я в павильоне его беру за 90 вот а там цены не было поэтому я вот и не нашла так пиво гусь 100 рублей сколько здесь литр 35 до квас 57 гель для душа 75 голень цыпленка по 155 палочки 75 и маска тканевая по 40 50 рублей в общем 1242 38 вот это вот все у меня вышло так ребятки покупки показала вам свои хочу еще немного отвлечь вас рассказать смотрела вчера на ю тубе и вчера и позавчера в общем все что связано с этой ситуацией которая сейчас происходит насколько мы не защищены от того что случилось у нас в красноярске я думаю даже и в других городах все это тоже есть просто люди уже выходят на улицу с протянутой рукой реально потому что нечем кормить детей то есть человек работал всех посадили на самоизоляцию кого-то поувольняли кто-то работал неофициально никаких не выплат ничего и люди с детьми которым нечем не за квартиру платить не кредит отдавать а даже на продукты денег нет и они выходят на улицу и это 21 век в какую нищету вот сейчас людей ввергла государства что делать человеку которого нет работы нет денег что делать государство нас толкает реально на какие-то преступления плюс нас еще собирают штрафы за то что мы вышли допустим на улицу до без объяснительный без всего это вообще какой-то полный беспредел мы совершенно не защищены нас посадили на самоизоляцию уволили денег не дали а государство еще с нас и штрафы берет сейчас тоже стоим около аптеки мама с вами подъехали мама стоит в маске спрашивает меня лент почему ты без маски игру даже врачи говорят о том что ну когда вы выходите на улицу маску одевать не обязательно то есть это маска она может даже отрицательно на вас подействовать вы можете больше даже заболеть если рядом кто-то будет заболевший что и сам вирус по себе он настолько маленький что он даже через медицинскую маску проникает в общем суть в том что ну зашли в общественное место где помещение да оденьте маску если на улице то лучше ходить без маски она горит что ты лена смотрю телевизор а там говорят что все прямо тысячами мрут я громам я вот телевизор уже третий год не смотрю я говорю вот у кого не спрашивать фу-фу слава богу никого нет заболевших но я вчера сама лично уже просто вот это вот вся знаете паника что люди мрут тысячами я зашла википедию и зашла там читала общем про этот коронавирус который у нас сейчас он в каком в 1965 году по моему выявили этот коронавирус у него 40 видов и вот 2005 году была вспышка типичной пневмонии это вот именно вирус б идет в 2005 году кого-нибудь садили на карантин кого-нибудь садили на самоизоляцию сейчас же что творят но это же вообще нереально я не знаю в общем правда это все неправда по поводу того что там тысячами мрут я надеюсь что все таки это неправда я если честно в это не верю но самое плохое то что конечно расстраивает что вот сейчас вот представьте сидеть без работы без денег и все просто просто вас нигде не берут ничего не работает и никакой помощи от государства нет малый бизнес просто загибается это просто творится что-то ужасное ну реально ребят страшно вообще в общем я вчера вечером так под расстроилась почитала все это мне жалко людей реально я даже расплакалась от того что мамочки с детьми выходят на улицу нет работы нет денег нечего покушать ну ладно еще сам взрослый человек это он хочет есть а что деткам говорить что говорить деткам в общем хочу сказать вот спасибо нашему государству за всю эту происходящую ситуацию ладно ребятки нагрузила я вас наверно по полной на сегодня будем прощаться влог заканчиваю всех люблю всех целую самое главное не болейте и всем всего самого хорошего пока пока мои хорошие